21, 22, 23 21, 22, 23 22, 23, 24 23, 24, 25 Этот эксперимент показывает сокращение сердца ритмичное. В его работе можно выделить три последовательные фазы. Сначала сокращаются оба предсердия, и вся кровь из них переходит в желудочки. Затем предсердия расслабляются, а оба желудочка, сокращаясь, выбрасывают кровь в аорту и легочную артерию. Вернуться назад ей не позволяют створчатые клапаны. И, наконец, сердце отдыхает столько же, сколько работает. Вот почему оно не утомляется. Не всегда сердце бьется так ровно. Изменение частоты и силы сокращения зависят от импульсов, посылаемых нервной системой. Эти влияния можно наблюдать в эксперименте. Внимание! Раздражается парасимпатический нерв. Смотрите, сердце останавливается. Нет, оно справилось с шоком. Вступили в действие импульсы, идущие по симпатическому нерву. Усилить или, наоборот, затормозить работу сердца могут и вещества, вырабатываемые некоторыми органами нашего тела. Такое влияние называется гуморальным. В нормальных условиях нервная и гуморальная регуляции очень тонко подстраивают работу сердца к потребностям организма и условиям окружающей среды. Многие годы мы не чувствуем сердца. И только врачи помнят, что оно у нас есть. Вот оно неутомимо работает на экране ультразвукового аппарата. А вот сигналы сердца поступают на ленту электрокардиографа. Малейшее нарушение нормальной деятельности немедленно отражается на рисунке электрокардиограммы. Больному врач назначает лечение. А здоровому? Здоровое сердце, как любую мышцу, нужно упражнять. Иногда оно обрастает жиром. И это не просто речевой оборот. Ну, а если все-таки пороки сердца неизлечимы? Вот уже три десятка лет врачи пытаются спасать таких людей, ищут секрет, как обмануть организм. Заставить его принять, признать своим чужое сердце. Двадцать один, двадцать два, двадцать три. Сердце работает. Венозная кровь поступает из полых вен в правое предчердие, переходит в правый желудочек, а оттуда направляется в легкие. Здесь она насыщается кислородом, становится артериальной, и через легочные вены возвращается в левое предчердие. Этот путь от правого желудочка до левого предчердия называется малым кругом кровообращения. И длится он четыре секунды. Четыре секунды, и левый желудочек, сокращаясь, отправляет артериальную кровь в более долгое путешествие, по большому кругу кровообращения. По артериям, капиллярам, венам, по сосудам, пронизывающим все человеческое тело. Артерии принимают кровь от сердца под большим давлением. Плотные стенки артерий упруги и эластичны, многослойны. В их состав входят гладкие мышцы, регулирующие просвет сосудов. Кровь течет по крупным артериям со скоростью полметра в секунду. А параллельно ей вдоль стенок бежит пульсовая волна. Ее можно почувствовать, если слегка прижать стенку артерии. Это пульс, колебания, которые возникают, когда кровь, выбрасываемое из сердца, ударяется об упругие стенки аорты, самой крупной артерии человека. Частота пульса строго соответствует частоте сердечных сокращений. Кровь по сосудам движется непрерывно. Она течет по разветвляющимся и суживающимся артериям. И, наконец, поступают тончайшие сосуды, артериальные капилляры. Через просвет такого сосуда может пройти только одно кровяное тельце, а его стенки образованы лишь одним слоем плоских клеток. Но именно здесь, в этих крошечных сосудиках, протекают жизненно важные процессы. Сквозь стенки капилляров кровь отдает кислород и питательные вещества в ткани и получает из них углекислый газ и продукты обмена. В капиллярах ткани артериальная кровь превращается в венозную. Капилляры сливаются сначала в мелкие, а затем в более крупные вены, несущие кровь в сердце. Большой круг замыкается. Путь крови по нему занимает 20-23 секунды. Все это время кровь движется из области большего давления в область меньшего. Создается кровяное давление силой сокращения желудочков сердца и наиболее высоко в аорте. Давление крови можно измерить. У молодых здоровых людей в плечевой артерии оно равно 120 мм ртутного столба в момент сокращения сердца и 70 мм при его расслаблении. А что еще влияет на давление крови в сосудах? Ответ дает опыт. Этой крыше под наркозом сосуды вводят биологически активные вещества. Гормоны, которые выделяются самим организмом. И что же? Одни вещества расширяют сосуды. Давление крови и скорость ее движения уменьшается. Другие вещества, наоборот, поднимают давление и ускоряют ток крови. То же самое происходит и в кровеносной системе человека. Просвет сосудов регулируется гормонами и нервными импульсами в соответствии с потребностями организма. Не все знают, что у человека, как и у других позвоночных, есть еще одна сосудистая система. Лимфатическая. Это своего рода дренаж, каналы которого, лимфатические капилляры, собирают лишнюю жидкость из ткани. Эта жидкость, лимфа, попадает затем в крупные лимфатические сосуды, а оттуда в кровяное русло. Лимфа очень похожа на кровь, но бесцветна, так как из форменных элементов содержат только лейкоциты. Этот редкий кадр показывает, что лимфа движется благодаря пульсации, ритмическому сокращению стенок сосудов и наличию клапанов, открывающихся только в одну сторону. В молодые годы трудно поверить, что твое сердце, твои кровеносные сосуды не вечны. И когда приходит беда, в этом может быть и доля твоей вины. Запомните эти кадры. Так действует на ток крови капля никотина. А так порция алкоголя. Это модель запущенной гипертонической болезни и склерозы артерии. Это кровоизлияние, инсульт, инфаркт. Не будем прибавлять работы врачам. Жить долго значит помнить о своем здоровье, укреплять его, пробовать свои силы во всем. Ведь на этой земле нам дана только одна попытка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok